всем привет я сейчас нахожусь на одном из своих объектов здесь я устанавливал скуд электровигельный замок тут стоит домофон домофон стоит от linex беспроводной он системе не подключен электровигельный замок управляется радиоконтроллером и проблема какая когда приходит посетитель эту систему я установил ее не касается и когда приходит посетитель он первым делом звонит в домофон и очень часто не дожидаясь как раз какой-то реакции от администратора начинают дергать дверь проблема в том что посетитель не проинформирован о том что дверь открылась до происходит щелчок некоторые люди понимают о том что дверь открылась некоторые не понимают поэтому за два года эксплуатации замок ушатали полностью я приехал установил новый замок но понял что установкой замка здесь не обойдется и нужно будет спроектировать и реализовать какую-то систему индикации так чтобы посетитель был проинформирован на сто процентов закрыта дверь или открыта как это я реализовал я это реализовал с помощью светодиодных светильников которые продаются в электромагазине снабдил их цветными светодиодными матрицами все это подвязал схему схему я покажу расскажу как этот светильник я переделал в систему индикации тоже расскажу и проблема в том что поставщики домофонии на данный момент нет у них в ассортименте таких вещей они не могут ничего предложить только в одном месте мне предложили так называемую мимо схему я тоже покажу фотографию но она не совсем вписывалась в дизайн и поэтому я понял что придется изобретать что-нибудь самостоятельно алгоритм работы какой теперь когда я нажимаю кнопку открывания дверей происходит открывание дверей загорается зеленый сектор ветчины я открываю двери когда дверь открыто тухнет модуль индикации после того как дверь закрылась происходит загорание красного зачинена и замок закрывается тоже через некоторое время к сожалению мне не удалось отработать алгоритм открывания алгоритм индикации до идеального момента почему контактная группа на замке она показывает открыто дверь или закрыта а мне нужно чтобы изменение состояния контактов было только тогда когда язычок заскакивает выходит это было бы логично и максимально правильно но к сожалению этого нет и мне не удалось реализовать проект так как я задумал на сто процентов но сейчас работает уже более-менее приемлемо так работает индикация снаружи мы сейчас зайдем заходим заходим внутрь дверь закрывается через некоторое время закрывается сам замок внутри есть кнопка аварийного выхода некоторые посетители выходят когда администратор нажимает кнопку на выходе некоторые нажимают кнопку выхода бывало вот кнопкой выхода у меня не получилось из-за того что как я говорил контактная группа реагирует только на состояние дверей открыто-закрыто а и на состояние язычка мне не удалось реализовать такую же индикацию внутри здесь при нажатии кнопки кнопка модуль открыто говорит только тогда когда кнопка нажата это не совсем правильно а можно так держать и замок все равно закроется вот это выглядит так при нажатии кнопки кратковременно загорается открыто и потом тухнет схему я укажу если у вас есть какие-то варианты как решить эту проблему я с удовольствием их выслушаю в комментариях и так в качестве базы я использовал встраиваемый светодиодный светильник от торговой марки ferron модель al 704 тире с однако вы можете использовать любой светодиодный светильник который вам понравится который будет вас устраивать устраивать по форм-фактору самое главное чтобы экран или плафон светильника называйте как угодно был матовый белый матовый это обязательно к сожалению в первозданном виде я сейчас уже не смогу показать так как у меня нет собранного светильника торговой марки ferron который я еще не раскурочил снимаем экран как видите здесь уже надписи как я сделал надписи надписи я заказал у рекламщиков в рекламном агентстве вместе дизайнером я разработал дизайн наклейки и мы распечатали на прозрачной пленке oracle я сделал два макета это черные буквы на прозрачном фоне или же прозрачные буквы на черном фоне и там был минимальный заказ пол квадрата и это далеко не все что я распечатал у меня этих наклеечек теперь очень очень много вряд ли я их смогу использовать даже если буду устанавливать такие системы до пенсии ключевой момент печать на пленке сам макет должен быть в зеркальном отражении так чтобы когда вы наклеить эту пленку с внутренней стороны снаружи эти буквы читались нормально в принципе я допустил скажем так немножко я допустил небольшую ошибку нужно было вообще разработать 6 8 10 разных макетов с разными шрифтами разные варианты однако я сделал всего лишь два в принципе меня больше устроил именно вот такой вариант вы же можете экспериментировать пробовать и выбрать вариант тот который вам больше понравится следующий шаг удаляем из корпуса светильника плату со светодиодными модулями огромный плюс в том что в принципе эти модули не обязательно выкидывать их можно обязательно где-то использовать в качестве источников света я например их буду использовать как раз для создания дополнительной подсветки при съемке видео так как лишний свет при съемке видео поделюсь с вами секретом никогда не бывает лишним провод придется оборвать но потом я его назад припаяю когда уже буду у себя монтировать дополнительный свет у меня появилось таких три дополнительных модуля я как раз буду их использовать для дополнительной подсветки удаляем плату получаем корпус светильника следующий шаг наклеиваем светодиодные модули также удаляем пружинный крепеж следующий шаг наклеиваем светодиодные модули светодиодные модулями мне тоже пришлось немного поэкспериментировать дело в том что у нас в нашем городе в продаже не такой большой выбор цветных светодиодных модулей честно говоря я заходил в магазины электротоваров всегда было огромное количество всевозможных светодиодных модулей на стендах однако когда дело коснулось конкретно моего случая то выбор оказался невелик я купил вот такие красные зеленые светодиодные модули сначала я купил двухватные так вот ребят я вам скажу так что 2 ватта слишком много однозначно нужно меньшая мощность я потом купил полтора вата это более менее но тем не менее немного ярковато как по мне лучший вариант я думаю 1 ватт наклеиваем светодиодные модули так чтобы они были как раз напротив букв здесь в качестве двухстороннего скотча используется 3м двусторонний скотч однако я бы вам рекомендовал если вы не доверяете скотчу используйте лучше прозрачный двухсторонний скотч товарищи китайцы очень хорошо придумали он прекрасно клеит отлично гораздо лучше чем такой но так как там написано 3м я поверю ребятам на слово и оставлю штатный двухсторонний скотч приклеили следующий момент по поводу проводов провода тоже нужно будет аккуратно вывести с одной стороны провода придется обрезать а с другой стороны вывести за пределы корпуса поэтому аккуратненько просверливаем отверстие для проводов с одной стороны модуля провода можно будет откусить а с другой стороны провода выводим за пределы корпуса и следующий шаг изготовление перегородки дело в том что при работе этого модуля выяснилось что если включается красный модуль загорается зачинено однако красный свет немножко засвечивает на ветчины но ну в принципе среднестатистическому посетителю и так понятно что зачинено красный ветчины но зеленый но все равно я решил избавиться от этих засветов и чтобы четко светилась красная зона напротив зачинено и зеленая зона напротив ветчины но для тех кто не понимает украинский язык это закрыто открыто в качестве перегородки я использовал обычный тонкий черный пластик и вот тут самое интересное для того чтобы изготовить эту перегородку максимально точно мне пришлось приобрести еще один светильник разрезать экран напополам для того чтобы можно было получить точный шаблон для того чтобы эта перемычка максимально плотно прилегала к экрану и не пропускала свет и следующий шаг установка перемычки я установил перемычку с помощью обычного клеевого пистолета и следите за тем чтобы перемычка была установлена максимально параллельно оси корпуса светильника так как во время работы модулей если она не будет параллельно то будет заметно и это смотрится не очень красиво выставили перемычку зафиксировали ее клеем я сейчас на камеру конечно же у меня может и не получиться я сейчас сосредоточен на съемке прихватываем перемычку нескольких местах дожидаемся пока клей остынет и соответственно затвердеет удаляем ненужные остатки клея обрезаем выводы с другой стороны модуля и все готово достаточно теперь установить экран и модуль индикации готов а теперь давайте посмотрим как это все работает здесь я для демонстрации установил разъем при подаче на красный светодиодный модуль загорается сектор зачинено закрыто при подаче на зеленый модуль загорается сектор ветчины но открыто на видео я сейчас наблюдаю за свет однако в реале я вам скажу что это все достаточно смотрибельно и понятно для посетителя ну а вот собственно и сама схема подключения конечно графическое исполнение далеко от идеала но я думаю все вполне понятно и можно разобраться на этом все если видео вам понравилось было полезным просьба поставить лайк и все вопросы задавайте в комментариях всем удачи